Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Вовы. Почему у животных белое или светлое пузико, а сами они темнее? Действительно, чаще всего у большинства животных мы можем наблюдать такую картину, что верхняя часть тела более темная, чем нижняя. Подобную окраску мы встретим, например, у многих амфибий, рептилий, рыб, птиц. Если вы не видели, например, живую рыбу плавающую воде, наверняка вы видели селедку в магазине, вы увидите, что у нее спинка темная, а брюшко белое. То же самое касается, например, некоторых млекопитающих. Вспомните, например, белочку или горностая. Подобная окраска, с точки зрения ученых, скорее всего, нужна для маскировки. В природе все время существуют игросветные тени. Сверху проникают солнечные лучи, они лучше освещают верхнюю часть тела, а нижняя часть тела хуже, освещена, как правило. И вот это сочетание темного верха и белого низа оказывается наиболее выгодно. Оно оказывается очень выгодным в случае, например, если животное ведет древесный образ жизни. Также именно такая окраска свойственна для многих водных животных. Как мы уже говорили, например, рыба, та же самая пресловутая селедка, она имеет такую окраску, которая позволяет ей великолепно маскироваться в воде. Темный верх, белый низ – прекрасная маскировка. Но из этого правила существует, безусловно, много исключений. Почему? Во-первых, есть животные, которые активны в ночное время, когда цвета не видны и, в общем, совершенно не имеет значения, какого цвета у тебя брюхо. Во-вторых, есть животные, которые, например, большую часть своей жизни проводят в норах. Вспомните, например, крота. Если вы видели крота, то знайте, что у него окрас шерсти одинаковый везде – и на спине, и на брюхе, на голове, на конечностях и хвосте – везде все одинаково. И, в общем, ему не нужна никакая разноцветная окраска, потому что он большую часть жизни проводит в норе. И, в общем, какого цвета его брюхо по сравнению со спиной совершенно не имеет никакого значения. Кстати, барсук, вот, например, норное животное, он в основном активен в сумерке или ночью выходит для того, чтобы поискать тебе пищу. День проводит в норе, ну и, в общем-то, ночью тоже, наверное, разнообразие окраски не так хорошо заметно, поэтому у барсука более темное брюхо, чем вся остальная окраска. У того же самого скунса, например, тоже животное такое сумеречное и ночное. У него общий тон шерсти черной, и на спине выделяются только широкие белые полосы, которые являются сигналом для того, чтобы животные, другие хищники, например, к нему более крупные не подходили, поскольку у скунса есть великолепный способ химической защиты. Кстати говоря, часто окраска спины не просто более темная, чем окраска брюха, она еще и, вот этот вот более темный цвет поддержан еще пятнами или полосами. Вспомните, например, пятнистого оленя, да, у него на спине такие более светлые пятна, которые имитируют блики солнца, которые мы, как правило, встречаем, например, в лесу, ведь солнце проходит через кроны деревьев, поэтому мы не видим одинаково освещенный участок леса, он все время такой с бликами, где-то светлее, где-то темнее. Вот эти вот пятна на спине, они великолепно являются маскировкой. Бывает, кстати, часто, что подобная маскировка есть, например, у детенышей и отсутствует у взрослых животных. Ну, например, у некоторых детенышей оленей есть пятна, но у взрослых животных окраска спины однотонная. У топира есть тоже такие полосочки, пятнышки, которые великолепно его скрывают. Вот, то есть здесь и темная окраска играет роль, и еще какие-то дополнительные эффекты, да, в виде пятен или полосы, которые помогают животному быть незаметным на фоне окружающей среды. Кроме того, среди животных, ведущих нормный образ жизни, есть такие удивительные существа, у которых брюхо темнее, чем вся остальная окраска. Такое исключение – это обыкновенный хомяк. Если вы представляете себе хомяка и такое маленькое симпатичное пушистое животное, которое живет у нас в клетках, то это не обыкновенный хомяк, это хомячок. А вот обыкновенный хомяк – это довольно большая свирепая зверюга. Действительно, большую часть времени он проводит в норах, и если общая окраска его спины имеет коричневый тон, то брюхо у него чёрное. Ну, в общем-то, собственно говоря, для него это не имеет никакого значения, потому что большую часть своей жизни он проводит в норе. Поэтому, в общем, какого цвета брюхо, какая разница. Есть ещё одно удивительное совершенно исключение, есть животное, у которого всё наоборот, поскольку это такая есть рыбка, называется эта рыбка синодонт, или по-другому ещё называют её сомик-перевёртыш. Эта рыбка, когда становится взрослой, предпочитает плавать брюхом кверху. Зачем она так делает? Она питается насекомыми, которые падают на поверхность воды, и вот она с поверхности воды этих насекомых собирает. Соответственно, вот такое положение брюхом кверху оказывается для неё очень выгодным и удобным. Но при этом интересно, что и окраска у неё тоже соответствует вот этому тёмный верх, светлый низ. У неё брюхо более тёмное, чем спина, поскольку плавает она брюхом кверху. Ну что ж, уважаемый Вова, я надеюсь, ответила на вопрос. Присылайте новые вопросы, пишите свои вопросы в комментариях, обязательно приходите к нам в музей, у нас очень много всего интересного. А ещё у нас прекрасно работает кондиционер, и у нас очень прохладно и приятно. И мы будем рады встречам. Ну что, продолжаем? О, кстати, о брюшках. Мы с вами находимся в хранилище у любезного Игоря Фадеева. И сейчас мы посмотрим на брюшки и убедимся, правда ли то, о чем я вам сегодня рассказывала. Ну вот, например, очень хорошо видно белое брюшко вот у этой прекрасной белки. Брюшко всё равно белое. Вот и у этих белочек тоже хорошо видно, между прочим. Хомяк. Давай, посмотрим. Ну этот свернулся. О, ну это вообще прям, он как будто знал, что мы будем рассматривать его брюхо. И очень хорошо он в такой позе стоит, хорошо видно коричневая такая спинка, есть светлые пятна по бокам и чёрное брюхо. Ну в общем, на самом деле, ему всё равно, какой у него брюхо, потому что он в основном в норе там сидит себе. И в общем, никто там его брюхо не рассматривает особенно. Смотри, какая чудесная мышь. Тоже замечательно видно, что светлое брюхо. Что это? Простерни? Оленёк. Ну вот тут тоже мы видим, что брюхо светлее. У копытных, у многих, кстати, брюхо светлое. То ли мышь длинноногая. Смотри, между оленем и грызуном. На лапке посмотри, копытом, около пальчика. Коготки. Опять-таки смотри, какое. Снизу светленький. Водяной оленёк, детёныш. Ну что ж, друзья, давайте поблагодарим Игоря за гостеприимство. Как вы видите, в нашем музее очень много всего интересного. И мы с вами можем не только обсуждать какие-то вопросы, но и даже найти подтвердение в наших хранилищах. Не меньше интересных экспонатов нашей экспозиции. Так что приходите, смотрите, удивляйтесь, радуйтесь. Мы всегда рады вас видеть у нас в музее. Пока!